Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Лех-Леха. Иди, иди к себе скорее, так перевод этой недельной главы. Иди туда, куда я укажу тебе. Но дословно еще раз говорю, иди, а теперь иди к себе. В этой фразе заключены две идеи. Во-первых, есть такое хорошее слово, самореализация. Вот, надо все время стараться, пока бьется сердце, реализовать себя, понять, для чего ты живешь на земле. Как найти свою реализацию? Для этого есть несколько вариантов. Первый, это основанный на таком житейском опыте, в котором нет обычно ярко выраженной веры в Бога. Человек хочет добиться чего-то, карьеру, богатство, становится юристом, кто там айтишником, кто там водителем. Человек ищет для себя что-то новое, строит себя. Но жизнь иногда наносит такие удары, или как меняет курс. Когда человек близок к своей реализации, занимается своим делом, и вдруг понимает, что это не его путь. И вот тогда он оказывается один на один с собой в этом мире, и начинают некоторые считать себя неудачником, если что-то не получилось, опускаются руки. Но это неправильный подход. Есть альтернативный путь, называется он лех-леха. Если человек понимает, что в этом мире есть Бог, что абсолютно все в Вселенной существует ради какой-то цели, то он должен понимать, что он тоже родился с целью, и место еще до рождения его определено в этом мире. И если 10 раз ты ошибся в жизни, и не туда пошел, тебе там твое место в жизни, вот там, а ты пошел, ничего страшного, ты не завершил свой путь. И вот в этой главе говорится о том, что человек должен задать себе простой вопрос. Где я? Где я нахожусь в этом мире? Где, для чего я пришел в этом мире? Надо найти путь к себе, к себе, к самому, к источнику души, к определенному месту в этом мире. В чем различие между этими двумя подходами? На правильно поставленный вопрос приходит правильный ответ. Эти оба пути самореализации человека. Но в первом варианте человек пробивает себе дорогу, а во втором он не пробивает, а находит свое место в результате, так сказать, какого-то движения. Через все, через жизнь тебя сводит чем-то, ты куда-то едешь, куда-то идешь. В конечном счете, вот именно если ты двигаешься, ты найдешь себя. Тора в главе Лех-Леха начинает рассказ про отца Авраами. С повеления какого опять-таки, не просто так, Авраам, отец всех народов, иди, иди. Из общего правила, которое говорит, что Тора неизменна, ее установки актуальны, следует указание. Каждый из нас имеет приказ, иди, иди сейчас. Вот это основное требование, предъявляемое человеку. Быть все время в движении, совершенствоваться, расти, обновляться. Нельзя стоять. Понятие обновления является вообще синонимом слова жизни. Смысл жизни это постоянное обновление. Если человек действительно жив, то не потому, что он жив в прошлое мгновение, а потому, что он сейчас лучше начал меняться. Если жизнь только продолжение предыдущего момента, то это не жизнь, в настоящем смысле этого слова. Был такой Раф Салантер, он однажды беседовал с человеком, который курильщик был такой заядлый, не мог соблюдать шаббат. Он говорит, сколько ты куришь? Он говорит, ну я курю там 30 сигарет в день. Он говорит, ну ты можешь курить в шаббат 29. Получится, что вы соблюдаете субботу на одну невыкоренную сигарету. Его собеседник принял это предложение и отказался одной сигареты. Затем уменьшил норму, стал соблюдать потом шаббат. То есть человек двигался. Если взять одного другого, который всегда курит только две сигареты в шаббат и всяк всю жизнь, он никуда не двигался. А вот этот двигался. Было бы логично предположить, что когда человек достигает желаемого, ему становится хорошо, он обретает покой. Но это никогда не происходит. Почему? Человек долгие годы трудится над достижением какой-то цели. И вот наступает момент, когда он достиг, два-три дня он радуется, а потом все, удовлетворение пропадает. И это мгновение, когда цель достигнута, уже все. Потому что в течение жизни казалось кому-то путеводной звездой, потом, когда после достижения, обессмысливается. Когда человек хочет достичь цели, он работает десятки лет, и вот когда выясняется, что эта вещь не обладает ценностью сама по себе, а только потому, что человек с ней стремился, он вдруг останавливается. Мы всю жизнь гоняемся за почестями, за деньгами, бумажками, которые вообще ничего не стоят, они номинальные. Придумано так, вот они имеют ценности. За эти деньги мы приобретаем вещи, которые утрачивают свою стоимость в тот момент, когда оказались у нас в руках. И получается, чем же мы платим за эту жизнь? Даже не так. Мы заплатили нашей жизнью за все это то, что в общем цены не имеют. Даже если нам дадут все деньги, всю власть, удовлетворение всех животных желаний, или любое другое наслаждение, которое можно представить, человек не будет счастлив. Он всегда будет хотеть больше того, что боятся потерять то, что уже имеет. Так устроен этот мир, в это все надо вдуматься. Все хорошее, что человек может сделать, чего добиться в жизни. При рождении уже находится в потенции. И только от человека его свобода зависит воплощиться это или нет. Потому что человек не может сидеть и ждать, когда все к нему придет. Но надо двигаться в этом мире. Есть потрясающая формула, я на ней закончу. Если видеть человек, что предстоит куда-то ехать, так складываются обстоятельства, не стоит упрямиться и оставаться дома. Поскольку всякое место, куда человек попадает, он там что-то должен исправить. Так устроено, так говорит каббала, что человек двигается, он случайно не попадает ни в одно место. Нам тоже надо идти, лех-леха, идти к себе. Идти и двигаться. И браховать слуха, чтобы мы нашли хорошее место, и нашли свое место в этом мире. Удачи!